Открыть знакомый город заново. Студенты-победители летней спартакиады стали участниками необычной экскурсии по Саратову. Ребята заглянули в историю города и сделали для себя немало открытий. Вместе с ними в тур отправился и Александр Хлонцов. Протяженность надрежней около двух километров. Начинается на хромоста и тянется почти вниз на два километра. Для саратовцев эти вещи кажутся привычными, но именно для них экскурсовод старательно напоминает исторические факты. Слушатели-студенты местных вузов. Победители спартакиады летних спортивно-оздоровительных лагерей высших учебных заведений. Дать ребятам возможность увидеть эти объекты. А туристическим компаниям, которых у нас, кстати, в Саратовской области действует более 300, и только 21 туристическая компания занимается внутренним и въездным туризмом. Поэтому нам важно, чтобы и туристические компании обратили внимание на этих ребят. Задумка эксперимента – провести их по городским улицам. Напомнить, что был верхний и нижний Саратов. Дома на Московске можно было строить в одном архитектурном стиле. А это не просто задумчивый мужчина, а памятник Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Впрочем, молодежь узнала и еще кое-что. Ну да, я, например, не знала, что сейчас улица Радищева, что она имела другое название, что она была раньше названа в честь императора, как я поняла, Николая. Таким образом, всего за полтора часа можно побывать и на музейной площади, где Свято-Троицкий собор, увидеть индустриальный колледж, выпустивший Гагарина, узнать, что переход улицы Октябрьской в Чернышевского носил национальные корни. Вся армянская была улица, потому что все время ходим и спускаемся к набережной и не обращаем внимания на памятники. Хотя кто-то из студентов и сам может провести такую экскурсию. Я, пожалуй, все узнал. То есть ничего нового, никаких исторических фактов, таких вот новинок не было? Нет. Потому что я до этого читал историю города Саратова. Как говорит экскурсовод Нелли Рожина, если бы такие прогулки организовывались чаще, они бы имели популярность не только у приезжих. У саратовцев же со знанием истории города пока плоховато. Маршрут экскурсии спланирован таким образом, чтобы показать Саратов в том виде, каким его застали еще Горький, Маяковский и другие исторические личности, некогда посещавшие наш город. Современная молодежь зачастую бывает только в торгово-развлекательных центрах и огромных офисных зданиях, с трудом вписывающихся в архитектуру Саратова. Но то, насколько они серьезно восприняли краткую историческую справку, зависит не от экскурсовода, а от того, насколько им самим это интересно и насколько они внимательно слушали. Александр Хлынцов, Илья Ромазаев, Кирилл Логинов, Вести, Саратов.